Биография Александра Цекала Детство и семья Александра Цекала Саша родился в Киеве. Он учился в школе с английским уклоном. В музыкальной школе обучался игре на фортепиано. Он всегда с удовольствием участвовал в самодеятельности и школьных театральных спектаклях. Тяга к лицедейству у него была с раннего детства. Он также научился играть на гитаре и сочинил песню «Голубь мира». Будучи школьником, Саша организовал музыкальную группу, которая была названа «Оно». В репертуар входили композиции «Слейт» и «Битлз». Будущий шоумен решил после школы поступить в технологический институт города Ленинграда на заочное отделение. Продолжая жить в Киеве, он начал работать в химической лаборатории, а потом трудился в должности слесаря-наладчика. Еще одно место его работы — театр эстрады, где Саша был осветителем и монтировщиком сцены. Александр Цекала и Лолита Милявская. Защитив диплом, молодой человек организовал квартет «Шляпа». Позже его пригласили в эстрадно-цирковое училище, куда Цекала и поступил, причем сразу на второй курс. Окончив училище, Александр приступил к работе в Одесской филармонии, куда был направлен по распределению. Кабаре-дуэт-академия, организованный совместно с Лолитой Милявской, появился в 1986 году в Одессе. В этой паре Саша создавал образ затюканного мужа, а в роли властной жены выступала Лолита. К середине 90-х годов их дуэт был в числе самых популярных ансамблей. Переезд Александра Цекала в Москву. Когда в 1988-м Александр объявил родителям, что поедет в Москву, они отнеслись к этому с иронией. Отправился он туда вместе с Милявской. Он понимал, что в 27 лет приступать к покорению Москвы – большая глупость. Было нелегко найти свое место в столице. Проблемы были со всех сторон. Проживание, работа, друзья, деньги и так далее. Именно напористость пары помогла им попасть на телевидение. Сначала состоялось знакомство с Владимиром Цукановым, который в те годы был музыкальным редактором. Он предложил Александру написать сценарий для передачи «Утренняя почта». Музыкальная редакция обратила внимание на то, что у Лолиты и Александра неплохо получалось в кадре говорить без сценария. Дело в том, что телеведущих на это способных было совсем немного. Поэтому дуэту предложили стать телеведущими, хотя в их планах этого не было. Творческий союз распался, когда Цикало исполнилось 39 лет. Некоторое время он играл в театре с названием «Квартет И». Евгений Гришковец пригласил артиста на роль кандидата в губернаторы в постановке ПОПО. Александр Цикало и мюзиклы. Александр всегда был неравнодушен к такому жанру, как мюзикл. Бывая в Америке, он много времени посвящал просмотру мюзиклов, которые там – частые явления. Им было просмотрено за несколько поездок не менее 60 музыкальных постановок. Артисты, которые умели петь без фонограммы, при этом выбивать степ и играть на сцене, одновременно казались ему людьми с какой-то другой планеты. Со временем Цикало научился разбираться в постановках этого жанра и как продюсер. Во время кризиса на экране и в театре жанр мюзикла в России пошел неплохо. В это время Александр Цикало появился как исполнительный продюсер классического мюзикла «Норд-Ост» в России, который создан на основе романа «Два капитана». Александром был поставлен и такой мюзикл, как «Двенадцать стульев». Роли Цикало в кино. Небольшие роли Александр начал играть с 1 1991 года, но бывало это редко, далеко не каждый год. Он удачно занимался озвучиванием. Его работа по озвучиванию документального фильма с названием «Монологи. Частные хроники» обратила на него внимание киношников. В 2000-м Цикало был приглашен на одну из главных ролей в картину «Ландыш серебристый», который снял Тигран Киосаян. Александр понимал, что актерская профессия не то, что его интересует, но не сняться у такого режиссера он не мог. Через 4 года Александр появился во второй части фильма, где сыграл того же героя, Леву Болотова. В этих картинах в главных ролях снялись Юрий Стоянов и начинающая актриса Олеся Железняк, которая стала настоящим украшением фильма. Работать с Киосаяном Александру было интересно. Для фильмов им были написаны две песни «Александр Цикало сегодня». С 2006 года Александр является ведущим такого популярного канала, как «Первый». Он вел полюбившиеся зрителям передачи «Большая разница», «Минута славы» и «Две звезды», а также юмористическую передачу «Прожектор Парис Хилтон». Не раз Цикало выступал в качестве режиссера-постановщика нескольких творческих вечеров Игоря Крутого, сольных концертов некоторых певцов, а также был режиссером-постановщиком фестиваля «Кинотавр». За несколько последних лет продюсерской компанией «Среда», одним из основателей которой является Цикало, было снято четыре художественных фильма, оказавшихся очень успешными. Работая на канале СТС, Александр занимает пост исполнительного продюсера. Личная жизнь Александра Цикало У Цикало три официальных брака. Впервые он женился, когда организовал группу «Шляпа» в Киеве. Имя его избранницы – Алена Шиферман. С женой он приехал в Одессу работать по распределению. Родители Александра радовались этому браку, так как надеялись, что Алена и семейный быт отвлекут их сына, отказавшегося им несерьезного увлечения лицедейством. Работая в дуэте с Милявской, между партнерами со временем возникли романтические отношения. Каждый из них в тот момент был в браке. Они поженились и вместе отправились в Москву. В браке у них родилась дочь Ева. Однако эта семья распалась. Каждый пошел своей дорогой, но оба они связали дальнейшую жизнь с телевидением. В 2008 году Цикало вновь женился. Его жена гораздо моложе его. Это Виктория Галушка, являющаяся младшей сестрой Веры Брежневой. Вика родила мужу сына и дочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова